Вера же есть. Если вы нуждаетесь в восстановлении, то знайте, что вера — это то, что есть прямо сейчас. Отбросьте религию и традиции. Сделайте шаг веры. Воплотите это в реальность. Провозгласите. Попросите Его, чтобы к вам пришла вера, которая ныне, Бог говорит к вам, вы жили прошлым или жили мыслями о будущем, но я говорю вам, вера есть сейчас. Сейчас. Время перемен Благословения вам, я апостол Гильермо Мальдонадо. Рад приветствовать вас, тех, кто смотрит нашу программу. Верьте, что Бог будет говорить к вам. У меня есть вопрос. Является ли слава Божия чем-то, что вы можете пережить здесь и сейчас, или это просто теологическая концепция? Это что-то из прошлого или будущего, о чем вы можете сказать? Пастор, научите меня этому на основе вашего опыта. Это шокина «Слава Божия здесь и сейчас». Когда я учу из своей книги «Слава Божия», я хочу возбудить вас аппетит славы Божией. Хочу представить вам кое-что, чтобы вы открыли свое сердце и приготовились получить сильное откровение о шокине, присутствию славы Божией. Итак, смотрим, что же это такое. Мы полностью уверены, что Бог очень могущественным образом подговорит к вам через книгу апостола Гильерма Мальдонадо «Слава Божия». Первую главу этой книги вы можете получить совершенно бесплатно. Загрузите ее сегодня на нашем сайте. Адрес указан на экране. Божия шокина «Слава Божия» уже готова, чтобы послужить вам. Могу ли я помолиться о вас? Многие думают, что слава Божия — это что-то, что мы можем изучать. Но кое-что мы можем узнать от людей, которые уже получили откровение славы. Поэтому я помолюсь о вас. Закройте глаза и получите ваши откровения. Отец, Своим Иисус, я молюсь за тех людей, которые сейчас смотрят. «Яви им, что есть Твоя слава. Пусть они переживут, пусть они будут иметь эту встречу с Твоим присутствием, Твоей шахи. Во имя Иисуса открой глаза, и чтобы они узрели величие Твое. Во имя Иисуса молюсь. Аминь». Многие люди задавали мне такой вопрос. Пастор, а возможно ли изучить славу Божию? В книге Исаии 45 главе пророк говорит, что слава Божия будет явлена вам. Это значит, что Бог откроет глаза, и вы увидите и примете. Когда вы что-то изучаете, вы ищете, и хотите познать это. Но когда что-то к вам приходит в виде откровения, это именно то, что Бог хочет вам явиться. Это уже совсем другое дело. Многие спрашивали меня, что же такое шахина, или присутствие Бога. Прежде всего, позвольте сказать вам, что сейчас происходит во многих церквях в Америке и многих частях мира вообще. Уже так много лет там отсутствует то, что мы называем Божиим присутствием или нахождением Его с нами. Этого уже никто и не замечает. Мы поем, славим, но не ожидаем проявления Божьей славы. Это важно знать, потому что, когда у нас нет желания, огня, страсти к присутствию Бога, тогда мы в опасности. Так что же такое шахина или слава? Что такое слава Божия? Она обозначается также словом «каббот». У этого слова 25 значений. Очень много. И я мог бы объяснять вам их один за другим. И в этом так много откровений. Но самое простое определение славы Божией — это буквальное проявление Божьего нахождения с нами. Почему нахождение Божие названо именно так, и почему именно так его называет Библия? Нахождение Божие называется нахождением, потому что это атмосфера, это среда. Среда и атмосфера небес и есть нахождение Божие. Библия говорит, что это сокровище находится внутри нас. Оно живет внутри. И это означает, что куда бы мы ни шли, мы носители этой атмосферы Бога. Мы являемся результатом собственной атмосферы. Я хочу подчеркнуть, что это слава Божия. Это проявление божественного нахождения. Но шахина, слава — это нечто иное. Это визуальное пребывание. Невидимый Бог приходит к нам из небесной реальности, чтобы быть проявленным в физической реальности. Поэтому иногда мы слышим, как люди говорят, «Я чувствую его явление». Что-то особенное происходит здесь и сейчас. В Ветхом Завете, когда на храм сошла шахина, слава, они видели огненный столб, они видели облако, грозы, сходящие с неба. Так что это было визуальным проявлением. В Ветхом Завете эта слава сходила на них свыше. В Новом Завете мы тоже видим, что слава сходила на них. Но также в Исаии 6 главе написано, что слава Божия восстанет и поднимется из вас. Она сошла на вас, чтобы высиять из вас. И еще сказано, что слава Божия наполнит вас. Именно поэтому мы чувствуем, что переживаем наполнение. Мы говорим так. «Мне этого не хватало, но...» «Теперь я исполнен Духом Божественным». Почему мы так говорим? Потому что присутствие наполняет все это место. Оно наполняет твое сердце, наполняет твой разум. Говоря сейчас это, я чувствую, что Бог наполняет людей в их домах, потому что присутствие настолько сильное и могущественное, что просто ощутимо буквально. Оно наполняет нас прямо сейчас, когда я говорю. Мы были так пусты, и это длилось так долго. И так шахина наполняет. Она не сходит свыше, а потом поднимается внутри нас. Она сходит свыше. «А что же ты хочешь сказать, апостол?» Я хочу сказать, что вы будете провозглашать славу Божию. Другими словами, мы не только принимаем на себя славу, и она сияет через нас, но мы провозглашаем эту славу. И так шахина — это пребывание в нас. Многие люди жаждут только посещения славы, а не пребывания. Вы хотели бы иметь Божию славу всегда в вашем доме и в вас самих, чтобы каждый день ходить в этой красоте, его пребывание. Позвольте вам засвидетельствовать. Именно свидетельство дает этому учению невероятное подтверждение. Это не просто что-то, что я сам изобрел, или что-то прекрасное, на что я случайно наткнулся в словаре и так просто просмотрел значение слова. Нет, я сам это пережил. Я был во многих странах, и вот я нахожусь в одной стране, даже не помню, где именно, в зале было около 25 тысяч человек. Атмосфера была очень тяжелой, и люди постоянно переговаривались. А это был вечер, когда должно было быть служение чудес. Проблема в том, что слово должно выходить из определенной атмосферы. Самого слова недостаточно. Слово должно выходить из специальной атмосферы, и тогда оно будет оживлять умы людей. Когда я вошел туда, атмосфера была крайне тяжелой, темной такой, знаете. Но после того, как я вошел, что-то изменилось, что-то произошло не из-за меня самого, а благодаря тому, что я ношу в себе проявление Бога. Обычно, чтобы быть носителем присутствия, ты должен быть поклонником. А я есть поклонник. В мое молитвенное время я много поклоняюсь. Вот почему я так исполнен Божьим проявлением. Прекрасно. Пребывание с Богом. Это замечательно. Поэтому, куда бы я ни шел, вся атмосфера в том месте должна поменяться благодаря тому нахождению, которое во мне. Оно должно разогнать всю ту плохую атмосферу. Поэтому присутствие Божие — это что-то, что мы можем переживать. Оно приходит из духовной реальности к нам. Оно приходит к нам прямо сейчас. Наполняет нас, чтобы потом подняться в нас, для того, чтобы мы стали носителями этого нахождения. Это и есть конечный результат. Результатом не является, что мы просто здорово себя чувствуем. «Ой, смотрите, у меня волосы дыбом стоят». Все это само по себе прекрасно. Ну, даже мурашки по телу тоже неплохо. Но Иисус говорит, «Я хочу, чтобы ты взял мою шахину, мое видимое, осязаемое присутствие Бога». Я много раз слышал, как люди делились между собой. Присутствие Божие было осязаемым. Когда я был в Южной Африке, нахождение Бога на служении было настолько сильным, что люди падали на землю. Нахождение Бога было осязаемым в тот момент, «И это и есть шахина». Величие же, Каббот — это нечто другое. Это не что-то видимое. Шахина — это видимая слава. Могу ли я молиться о том, чтобы шахина пришла к вам прямо сейчас? Если вы смотрите меня сейчас и говорите, «Апостол, мне так нужно нахождение Бога со мной, и я в этом нуждаюсь», тогда, Отец, мы молимся во имя Иисуса, чтобы ты пришел. Если вы смотрите сейчас, и вам нужно чудо в вашем теле, вам нужно исцеление, вам нужно чудо появления в теле нужной кости или органы, тогда, Отец, «Я высвобождаю такое чудо». Знаете, появляются нужные кости. Исчезает киста, открываются глаза, открываются уши сейчас чьи-то. Кто-то слышит. Слышит и в духе, и телесно. Какая-то проблема в спине. Да, я чувствую это. И просто провозглашаю то, что слышу от Бога. Позвонки встают на место. Выпрямляется весь позвоночный столб. Во славу Иисуса. Вы ничего не должны делать. Просто поклоняйтесь и будьте послушны тому, что Бог говорит. Он есть Тот, Кто являет свое пребывание и силу Божьем. Отец, во имя Иисуса, я проклинаю всякую болезнь и всякую немощь. И приказываю всякой болезни оставить тело прямо сейчас. Отец, я молюсь за тех, кто смотрит нас сейчас. Они жаждут, они алчат Твоего нахождения, жаждут встречи с Тобой. Прямо сейчас, Отец, я высвобождаю Твое явление, и они становятся носителями Твоего явления Божьего. Куда бы они ни шли, они могут приносить Твое пребывание и проявлять его. Когда они пойдут на свои работы, в офисы, на заводы, Господь, куда бы они ни шли, излей свое нахождение на этих людей. Господь, Отец наш, наполни эти места, эти сердца, наполни эти умы. Я молюсь о том, чтобы присутствие Твое поднялось внутри них. Я благословляю Тебя и благодарю, воздаю Тебе честь и славу. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Библия полна доказательств того, что Бог хочет сверхъестественно входить в нашу жизнь. Послушайте на нашем сайте свидетельства обычных людей разных возрастов и разных народов. И ожидайте вашего личного чуда. Сегодня. Я лидер одного из служений в одной из провинций Индии. Мы были очень сильно вдохновлены служением апостола. Бог сильно касался нас. И мы убеждены, что настало время для Индии переживать славу Бога. Многие жители Индии смотрели служение апостола по телевидению, и они почувствовали призыв, и потом начали происходить исцеление. Когда я услышал Гильермо в передаче «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, я сразу же заказал его книгу, которая называется «Слава Божия». Получив ее, я прочитал ее взахлеб. На следующее воскресенье я пришел в нашу церковь, и там была молодая девушка, чья правая лодыжка была поломана. У нее была в ноге медная деталь, прикрученная шестью металлическими шурупами. Она попросила меня помолиться за нее. Я сказал, Господь, это то самое время. Сейчас ты явишь свое пребывание здесь и свою славу. Я помолился за нее. Неверие стало нашей реальностью. Если сегодня спросить кого-нибудь, почему Бог не творит чудеса в наши дни, они дадут вам 20 причин, почему Он не может творить чудес. Они не скажут «Он и сейчас творит чудеса». Потому что неверие стало их реальностью. Запишите в ваших конспектах. Почему Бог ненавидит неверие? Ну, почему? Да потому что это последствия грехопадения. И вторая причина. Потому что оно противоречит всему Божьему разуму. Неверие – это враг Бога. Так и запишите себе. На это есть еще и третья причина. Неверие всегда отрицает Бога. Причина номер четыре. Мы становимся выпускниками школы неверия. Пятая причина привела к тому, что Иисус был распят. Когда Его спросили, «Кто ты?» Он сказал, «Я Христос. Я Сын Божий. Я помазанник. Вы знаете, что они сказали?» «Бога хульствуешь». Они не поверили. Они не верили, что Он – Божий Сын. Вопрос в том, что такое неверие. Неверие – это дух. Этот дух не позволяет тебе поверить. Если ты не можешь, это логический объяснение. Позвольте утвердить вашу веру. Ту веру, с которой вы пришли. Я скажу вам, что Бог, что Он дал вам, когда вы приняли Иисуса. Во-первых, Бог даровал вам веру, когда вы родились свыше. Испытание вашей веры – это иметь веру. Поэтому в небесах нет абсолютно ничего невозможного. Когда Бог даровал вам веру, Он дал вам перспективу небес. Поэтому для вас нет ничего невозможного. Для вас все возможно. Настоящая атмосфера веры – это небеса. Вера – это якорь к невидимому миру. Она намного выше всего того, что, видимо, Бог дал нам веру, чтобы мы имели полное право входить в сферу сверхъестественного. Вера слышит и видит, как это делают и небеса. Невозможно, будучи рожденным свыше, не действовать в сфере сверхъестественного. Невозможно, будучи рожденным свыше, не действовать в сверхъестественном. Бог даровал вам веру. Бог дал вам веру. Вера дана вам Богом. Зачем? В тот самый момент, когда вы приняли веру, вы приняли Божию перспективу, когда что-то происходит в вашей жизни. Вы начинаете видеть ситуацию с позиции небес. Когда ты смотришь с позиции небес, ты видишь эту ситуацию, которая казалась невозможной. Но она возможна все-таки. Имея такую веру, ты можешь с уверенностью провозглашать. И то, что мы говорим и провозглашаем, воплотится в реальность. Однажды это произойдет. Через несколько мгновений смотрите продолжение программы «Время перемен». Когда мы приезжаем на конференцию, мы чувствуем в себе перемены и понимаем, что пришло время измениться, получить силу и присутствие Божье, чтобы вернуться в свои семьи и к друзьям в школе и принести это с собой. Пастор сказал нам принять сверхъестественную силу, и я принял ее верой. После этой молитвы я помолился за женщину, страдающую мигренями, и она исцелилась. Атмосфера, которая здесь царит, просто неописуема. Мы чувствуем присутствие Божие на конференции КЭП, и мы переживаем что-то особенное. Она здесь повсюду. Постоянное исцеление, постоянные чудеса. Хочешь прорыва, хочешь получить чудо – не пропусти. Потому что слава Божия будет явлена всему миру. Часть этого движения начинается здесь. Я хочу быть наделенной силой. Мы приехали сюда группой из восьми человек, сами мы из Багамских островов. Ожидаю такого движения Божия, которое мы еще никогда раньше не видели. Мы хотим каждый день слышать, что Бог исцеляет. Самое большое чудо было то, что Бог сегодня изменил мое сердце, и я чувствовала во всем своем теле, что происходит освобождение. Меня зовут апостол Францис, я из Ботсваны. Я повстречал апостола Гильерма в Южной Африке. Мы сейчас словно были на горе преображения. И явилась Божья слава. Я чувствую себя таким заряженным. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Что я хочу сказать вам сегодня? Бог даровал вам веру. И это не земной дар, а небесный. Поэтому приходит сверхъестественное, и ты начинаешь видеть чудеса. Становятся естественными такие вещи, как исцеление и освобождение. Вполне естественными, поскольку твоя вера пришла с небес. У тебя сейчас взгляд небес. Небесная перспектива. Если я скажу вам сейчас поднять свои руки и то, что должно быть воплощено в реальность физического мира, Бог сказал мне насчет этого служения, провозглашайте то, что должно измениться. Так многие дома еще находятся в проблеме. Так много бизнеса еще не начато. Так много органов в теле еще нуждаются в исцелении. Откройте же свои уста и позвольте вере, которая пришла с небес, привести это в реальный мир. Это будет происходить. Поэтому провозглашайте. Вы можете провозгласить несуществующее. Как существующее? Бог обещает сделать это существующим. Разве не то же самое делал Авраам, наш пратец? Разве не то же самое делали все апостолы в Новом Завете? Ну а мы в какие времена живем, а? Не живите в прошлом. Не верьте земной верой. Ну именно, небесная вера, которая дарована нам, поможет вам ходить в сфере сверхъестественного. Если сегодня здесь те, кто верят, скажите... Евреям 11.1 Вера же есть. Она есть сейчас. Вера же есть. Вы знаете, что сделали людям? Вы знаете, что сделали проповедники? Они отложили на будущее то, что принадлежит вам уже сейчас. Но зачем откладывать на потом? Вера — это не то же самое, что надежда. Вера — это то, что сейчас. Вера же есть. Да, есть. Глаза веры видят сейчас. Если вам нужно чудо, вера же есть. Есть. Если вам нужна надежда, вера же есть. Она есть. Если вам нужно восстановление, тогда вера есть прямо сейчас. Вам нужно отложить всякую религию и всякие традиции, сделать шаг веры и привести в существующую реальность ваше чудо. Давайте. Провозгласите. Вы знаете, что означает слово «провозглашать»? Это значит сделать так, что это станет существующим. Да, это будет существовать. Это не такое исповедание веры, которому вы были научены. Если вы просто берете молитвы из Библии и исповедуете, это не вера, которая есть сейчас, но то, что Дух Святой говорит вам в сердце, Он говорит, а ты исповедуй это. Провозгласи, что твоя церковь вырастет, что твое тело принимает исцеление. Практикуй такую молитву и увидишь, что это происходит, начинает существовать. Практикуй это сейчас. Веди это в реалии материального мира. Провозгласи, что этот орган появится в теле. Подними свои руки. Подними их и провозглашай. Провозглашай. Ты был создан не для того, чтобы жить в поражении. Тебе необходима книга «Слава Божия». Если ты хочешь понять, что «Слава Божия» — это не просто теологическая концепция, а реальность, которую ты можешь переживать сегодня. Через эту книгу вы осознаете, что Бог может радикально изменить вашу жизнь, и вы, наконец, сможете победить врага, который тянул вас назад так много лет. Вне зависимости от того, кто вы и каковы ваши обстоятельства, закажите сегодня ресурс, который состоит не только из книги апостола Мальдонада «Божья слава», но также в набор входит аудиодиск с поклонением в исполнении группы «Нью Вайн» — музыкальная группа служения «Кинг Джизус Министры». Ресурс можно заказать на сайте или по телефону, указанному на экране. Мы знаем, что этот ресурс будет для вас, ваших друзей и семьи огромным благословением. Вы получите силу и будете переживать Бога осязаемым образом. Вы получите заряд молиться за других и видеть реальное исцеление. Не откладывайте на потом принятие этого откровения. Вы можете пережить встречу с Божиим присутствием посредством помазанного пророческого служения хвалы и поклонения. Последний альбом группы «Новое вино» под названием «Сверхъестественная встреча с Богом». Такое поклонение создаст в вашей жизни атмосферу, которая высвобождает мир, прорыв и преображение. «Новое вино» музыкальная группа служения «Кинг Джизус Министры». Новый альбом под названием «Сверхъестественная встреча с Богом уже в продаже». Спасибо, что смотрите нашу программу. Помните, что слава Божия – это реальность. Вам необходима эта откровение. Закажите этот ресурс, посетив наш сайт kingjesusministry.org или звоните по телефону, указанному на экране. Наш код 305, телефон 382-3171. «Аминь, Флорида» «Аминь, Флорида» «Аминь, Флорида» «Аминь, Флорида» «Аминь, Флорида» «Аминь, Флорида» «Аминь, Флорида»